Сейчас будем смотреть на картах Таро. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе, может быть, какой-то любимый напиток. Или просто смотрите. Сема такая здесь. Хочет ли он что-то изменить в ваших отношениях? Потому что бывает так, что человек что-то осознал или не осознал, но у него какой-то план есть насчет вас. И, в общем-то, это всегда так бывает. И если на картах будет видно, чего вам не видно, я считаю, что мой расклад очень успешный. Потому что вы сможете делать выводы или его желание что-то изменить в отношениях, в какую-то сторону, в которую он может решил. И решил ли он вообще что-то покажет в карте. И если это соответствует тому, чего вы хотите в этих отношениях, то я вам говорю, что тогда вы можете достичь с ним большего взаимопонимания, взаиморазумения. Потому что тогда вы поймете, окей, я хочу это того же, что и он. Значит, можно, в общем, планы делать на будущее. Но если он хочет одного, а вы другого, ну, не переделаешь взрослого человека, можно попробовать, но я вас уверяю, что это вам не нужно. Это даже и грешно переделывать другого человека. Это на картах Таро, Everyday Witch, ежедневное как бы волшебство, да. На самом деле жизнь – это волшебство, и Таро показывает это. Но никто же не может сделать жизнь, да, на волшебство. Вот. И давайте будем разбираться, что там за горизонтом для вас и для него, что он хочет, чего он не хочет, как он хочет изменить отношения. Вот. И, конечно же, есть такой расклад «Старинный кельтский крест». Там есть две позиции – вы и другие люди. Или расклад «12 домов гороскопа». Там вы первый дом, он седьмой. То есть вот это первая такая оппозиция ваших взглядов, да. Совместимость ли, если подходят ваши взгляды друг к другу или нет. Это вы, а вот это он. И все сразу все будет видно и понятно. Потом детально посмотрим, сделаем больше карт, возьмем. Вот. Итак, вы, ну, семерка меча. Вы от этого человека не просто пострадали, а он сделал вашу жизнь невыносимой. Может быть, в прошлом, да, или у кого больше, у кого меньше. Но семерка меча – карта очень сложная. И еще одна семерка, семерка жезлов. Вы от него как бы защищаетесь, да. Две семерки. Семерки – это карты нестабильные. А нестабильные карты – это всегда карты, в принципе, положительные. Потому что когда нам нестабильно, когда нам неудобно, мы что-то меняем, да. А вот стабильные карты – это застой. Даже если он положительный, он все равно чреват, ну, мертвичиной, да, вот такой. Так что, с одной стороны, карты хорошие. С вашей стороны, вы готовы что-то делать. Вы не хотите так, чтобы было бы в будущем, как уже было. Вы же знаете, как было, и тем, что было. Вы не совсем довольны или недовольны вообще. Вот. Но семерка меча – не лучшая карта. Вам пришлось не рад защищаться от его, может быть, нападок личных, от его плохого характера, от его несносной раздражительности, от его родственников, может быть, или от его претензий, или же от его молчанки, о нерешительности, у кого он до сих пор не принял никакого решения. Принял, принял. Вот. То есть семерка меча говорит, что, в общем-то, все, что вы пытались, да, как бы сделать в этих отношениях, договориться с этим человеком, как бы вы не пытались, вы натыкались на вот эти, даже не стену, да, а мечи. То есть мечи – это на его сопротивление, на его нежелание cooperate, кооперировать with you, то есть взаимодействовать, да, он никогда не был готов играть ту же роль, что и вы, то есть стараться. Он всегда, вот, как, знаете, вообще, ну, в патриархальном мире, в третьем измерении мужчина как бы царек, да, которому все можно. Вот почему непонятно, что у него там между ног такое есть, чего нет у нас, вот что-то, бред такой, да, биологический бред. Вот, и это, конечно, страшная вещь, потому что семерка меча – это карта trapped, you are trapped, вы в состоянии тупика. Может быть, у многих из вас вы не можете быть одна, потому что у вас нет этой финансовой безопасности абсолютно, вот, вы от него зависите. У многих вы не можете одна быть, потому что у вас общие дети. У многих вы не можете одна быть, потому что он так все создал вокруг вас, вот так выстроил империю зависимости, да, такой империальный своеобразный. Ну, вы знаете, о чем я, в частном, профессиональном, либо глобальном понимании этого слова, человек выстроил вокруг вас вот такую… такую, понимаете, напряженную обстановку, в которой вы, как бы, вы попали, вы попали под раздачу, оказывается, да, и здесь, потому что ваша, ваша эта позиция, хотите ли вы что-то изменить, да, семерки – это карты больших перемен, это карты, когда уже вот накипело, да, так как было не хотите. Но семерка шезла говорит, у вас на это все хватит силы, чтобы отбить этих семь мечей, но мечи – это иносказатель, на препятствие в ваших отношениях, у кого третий лица, у кого обстоятельства, у кого от того, что вы на расстоянии по обстоятельствам, то ли от того, что магия может быть на нем, то есть, это где третий лица, все вот это, да, нехорошие разговоры в нехороших домах и так далее. Вот это вот все – это семерка меча, оно, а семерка шезла – это ваше противостояние, оно будет очень успешным. То есть, семерка шезла говорит, что у вас на все-то хватит сил, у вас хватит сил это все победить. Вот, ну что же, он дорогой наш король, какой же он король? Он королева, королева меча, да, и паш-чаш. Ну, смотрите, почему-то с его стороны, у вас такие боевые карты, да, а у него, с его стороны, это вообще карты, ну, женская карта, да. Ну, я говорю, что мужчина – это женщина внутри, наоборот. Королева меча – это его жизнь, это его… Он сын своей матери, да, она королева меча, и он такой королек, то есть, от одной яблоньки, типа, на мать похож, по своему некультурному поведению, по своей темности, забитости, дебилизму, по-своему, ну, такое вот такое пещерное, такое сознание ущербное, такое тупое, такое тупорылое сознание. У него все оттуда. Вот оттуда и ноги растут. Вот, растут. Ну, паш-чаш, вы смотрите, а как это так в одном человеке, может это два умещаться, вы меня спросите. Как может в одном человеке две вещи такие уменьшаться? Уменьшаться, лучше бы они уменьшались, могут уживаться. С одной стороны, он королева меча, он всегда прав, он защищается, он такой, знаете, такая queen, такая drama queen, то есть, ой, ой, такой, знаете, царек, такой, боже мой, вот. Мир вокруг него крутится, вертится. А с другой стороны, он готов на поступки по пашу-чаш. Он готов, ну, паш это обучаемый, да, это энергия обучаемая, энергия хлопот, забот, хлопоты, любовные червовые хлопоты. С одной стороны, он вот, королева меча, это как пиковая дама, да, такая пиковая дама, drama queen, я же говорю. А с другой стороны, он готов на какие-то неподвиги, потому что на подвиги готовы царя, паш готов на поступки какие-то. Понимаете? Итак, четвертый дом и десятый. Ну, смотрите, с седьмого дома начинается его гороскоп, потому что, когда мы смотрим десятый дом, вашу карьеру, мы смотрим и его четвертый домашний очаг. Ваш десятый дом, ну, король меча. О, легок на помине, я сказала, так есть. И карта луна. Ну, понимаете, что такое луна? Ну, все тайное станет явным, да, все тайное, такое таинственное, лживое, туманное, непонятное станет явным. И он, конечно, проявится. Если касательно десятого дома вашего, то это, конечно, вы можете построить блестящую карьеру, не зависит от его денег, если это так, да. Вот что вас ждет с ним, да. Ну, с королем меча, что ли, на работе, может, с кем-то познакомьтесь, начальник, может, у вас жесткий, поэтому вы мучитесь. Это ваш десятый. Вот, но если это его четвертый, ведь с седьмого начинается его гороскоп, тут это, ну, я читаю, расклады так не так, как все. Я считаю, мудрым, я Джон научил. Это вы же извините, если что. И его четвертый дом, но он в четвертом доме, он делает вашу жизнь невыносимой, он король меча. И карта Луна говорит, что вы волнуетесь, то ли он такой домашний абьюзер, то ли еще какие-то проблемы. Ну, старший Аркан Луна говорит, что он манипулятор, конечно, еще тот, да. И что он хочет изменить в ваших отношениях, потому что домашний очаг, если вы вместе живете, или пока не вместе, неважно, вот что он хочет в своем домашнем очаге, чего он хочет достичь в своем домашнем очаге. И я вижу, что он хочет достичь, конечно, там того, что он будет главным, король меча. Ну, он, как сказал, так и будет. Даже не нужно себя объяснять. То есть он действует с позиции силы, не с позиции демократии, да, а с позиции силы. Для него другие люди, даже если у вас есть дети или родители, или вы, это все, это просто как бы пешки. Как пешки, да. Вот. И он считает, что, в общем-то, должно быть все по его. И он делает вашу жизнь невозможной. Или может сделать по карте луна. Очень-очень даже сложной. Но у вас домашний очаге в четвертом доме. Вы хотите просто покоя. А сейчас у вас, ой-ой, восьмерка меча. Видите, вы буквально в зажатом положении, вы зависти от мужчины, наверное. Может зависеть эмоционально от него, если он, ну, вам не управляет, потому что вы его любите. Просто не знаю почему. Любите, не зная сама, да. Ну как, почему. Понимаете, безусловная любовь это только у матери к ребенку есть на земле. Больше никакой нет. Венера сказала, вышла из морской пены и говорит, слушайте, любовь должна быть с условиями на земле. Романтическая любовь, там, всякая другая. То есть 50 на 50. Да, 50 на 50. Я веду себя прилично, и ты веди себя прилично. Если так, так все, есть любовь. Если нет такого, так это не любовь, это зависимые отношения, или же это ущербные отношения. Вот по этой карте восьмерка меча, он, конечно, жизнь вам испортил, замучил вас, да. Но некоторые из вас даже об этом, кстати, не знают. Вы не состоялись ни профессионально, ни личностно, у вас нет никакого карьерного роста, у вас нет никакой жизни, ни у, может быть, ваших предков не было. Если вы одна из немногих моих слушателей, у кого состоялась жизнь, но у многих нет, не состоялась. Или, может, вы думаете, что у вас состоялось, но может быть лучше. А чего вы хотите для себя в домашнем очаге? Ну, покоя вы хотите, понимаете? Вы здесь вот под этим деревом жизни, в уютном саду, читаете книгу на столе. Я опишу, потому что мелкая карта. Я вам опишу. Ой-ка, все хорошо. Тут у вас вот и напитки какие-то, и какие-то тортики, кексики. И на дереве растут денежки. И вам так удобно. И вы такая красавица. И платье красивое, книжка интересная. И под вашим там софа или диван у вас метла. Что такое метла? Это жизненное предназначение. Но это вы так хотите жить. И вы хотите изменить свою жизнь от такой, когда вы trapped к жизни, где вы можете прийти в свой домашний очаг и отдыхать, как, в общем-то, это правильно было бы, да. Но сейчас такого нет. Может быть, что-то связано с деньгами. Второй и восьмой дом. Дома. Может быть, что-то связано с деньгами. Посмотрим. Итак, зарплата. Второй дом. Второй дом, ваша зарплата. А восьмой дом, это его зарплата. Или же чужие деньги здесь, да. И не зря там в городской получается, что деньги партнера нам кажутся большими, потому что мы же их не заработали, да. Такое дело. Итак, по второму дома. Ну, вы на дороге, вы на дороге. Пожезлов. Для заработка. Вы на хорошей дороге. Вы можете себя реализовать сейчас. Ну, и рыцарь Пентакли, это, конечно, либо новое работодатель, либо новое место на работе. Либо увольняетесь, получаете новую работу, либо переезжаете, и там вы получаете шикарное место. Но рыцарь Пентакли, это именно заработок. Это известие касательно денег, касательно выплат, касательно денег в кошельке, которого всегда будут и в большом количестве. Но это не приходит так просто. Это зависит от того, идете ли вы по своей дороге жизни. Многие из людей не идут никогда по своей дороге жизни. Никогда. Слово «никогда», да. Хотя не знают об этом. Но вам нужно выйти на свою дорогу жизни. То есть найти то, что вам подходит, да, а не то, что ему подходит. Ну, его деньги, или же большие, отложенные в восьмой дом, императорские деньги. О, пособие императорское, что ли, да. Девятка меча. Смотрите, что делается. Вот идет по возрастающей. Семерка меча, восьмерка меча, девятка меча. Видите, как у вас? Как такая винтовая лестница, да, идет по возрастающей. То есть отношения накаляются, отношения становятся более проблематичными, отношения усугубляются, отягощаются какими-то обстоятельствами, которые открываются. Все тайное станет явным. Император имеет свой план. Каждый Иван имеет свой план, говорят, да. Что-то сейчас этого не видно. Да, сейчас такое время, да, дикое, тяжелое, страшное. Но anyway, здесь, видите, император и план. Он что, готов на что? На что он готов? На суд с родными насчет наследства? На что он готов? Ну, знаете, один прав, другой виноват, что ли, да? Ну, что он готов? Ну, да, может, родственники виноваты. Но это редкий случай. В основном, конечно, он там рыльца в пушку у всех. Но anyways, император в доме больших денег. О чем это говорит? Ну, он добудет, завоюет, добудет большие деньги. Зачем он такие деньги? Это деньги кармические. Вот, и девятка меча. Говорит, здравствуйте, приехали. Вот на этих деньгах счастья не построишь. На его деньгах, да, больших деньгах, которые он обещал или имеет, или будет иметь по наследству. Не знаю, по выплатам, по продаже какой-нибудь недвижимости и так далее. На них счастья не построишь. Это карта тоски и печали. Да, здесь у многих связано с деньгами. Именно то, что между вами сейчас такая пропасть, связано с тем, что, ну, разруха. Разруха в смысле... В смысле финансы. Не за что жить, извините, да. И что делать с этими грошами? Но это не у всех. Потому что император иногда говорит о больших деньгах. Но деньгах или нечестных, непорядочных, или же о больших деньгах, которых нет пока. Вот, которые обещают, но нет их, да. Итак, пятый дом. Одиннадцатый. Пятый дом – это вот свидание. Если вы, например, с ним в разлуке, будет ли у вас свидание? Шестерка Пентакли. Свидание точно будет. Да, еще с двумя, может быть. И опять семерка. Семерка Пентакли. Видите, на семерках все построено, отношения будут двигаться куда-то. Как они изменятся? Ну, во время свидания все решится, да. Карты Пентакли – это не только деньги. Ну, тем более, это не дом денег, пятый дом. Это дом радости. То есть у вас будут какие-то общие радости. Только так мы можем быть счастливы с кем-то. Не потому что там напишет, позвонит. А вы сами, ну, когда делаете аналитику на картах, вы решаете. Этот человек, его ценности соответствуют вам вашим или нет? Вы же знаете свои ценности. Я уже говорю, что многие знак себя не знают и никогда и не узнают себя. Если вы делаете аналитику на моих раскладах, вы eventually, со временем, вы начнете себя понимать, узнавать себя и делать соответственные выводы. Потому что здесь по всем картам эта, в общем-то, ситуация усложняется тем, что много есть иллюзий, понимаете. Карта денег в доме счастья, в доме свиданий, да. Многие из нас, девочек, да, оно так сложилось патриархально, что для нас мы сразу хотим все в одном флаконе. Мы идем на свидание, нам нужно, а кому не нужно было, тот потом всю жизнь будет думать, а что за нищеброда пошла, да. Нам нужно, чтобы он тоже был обеспеченный, обеспеченный, чтобы у него все было. Не только, что он был красивый, умный, добрый. О, вор, джентльменский, но тоже, чтобы у него было много чего. Кто хочет жить с нищебродом, да, с милым шалаше рай, недолгое время и в раннем возрасте. Действительно рай, да. Вот почему-то, когда деньги связаны с тем, что вы ходите на свидание, но вы ищите человека обеспеченного. Обеспеченные люди, они интересные люди, они чего-то добились. Я смотрю с этой стороны, да, не с меркактильности. На меня всякие люди смотрят, так что. Ну, вы найдете, у вас будет свидание с обеспеченным человеком, какие бы у вас не были по этому поводу цели или предпочтения. Вы найдете человека обеспеченного, это мне сомненно. Вот, итак, одиннадцатый дом. Друзья его, ну, это ваши друзья, да, одиннадцатый дом помогают, они нужны вам, они, в общем, такое, и надежды, дом надежды. Но у него же это пятый дом свиданий, да, с кем он ходит на свидание. Тоже шестерка, интересно, шестерка жезлов. Он пойдет на свидание не с той, вот вы пойдете на свидание, ну, не вы, может, ваши предки, с тем, кто имеет много, с богатым. А он пойдет на свидание с той, которая его, ну, вдохновляет, и которая у него желание есть. Вы знаете о чем я. Потому что шестерка жезлов именно об этом. И он многим нравится по этой карте, да, он будет еще выбирать, если у него свидание будет с вами. Десятка чаш, вот та, которая у него есть желание, он ту и осчастливит, можно сказать. С той он и будет жить, видите. И у вас это дом надежды, это дом друзей. Если с вашей стороны смотреть, то ой-ой-ой. Слишком вложились друзей. Десятка чаш у вас в доме друзей. И это ваше вложение в друзей именно послужило, было чревато тем, что вы сейчас кусаетесь локтем. Вот сколько есть таких случаев, когда он изменил с подругой. Вот это один из этих случаев, да. Не обязательно вас будет касаться, вы делаете свои выводы. В раскладе всегда вы выбираете, именно какая карта с вами резонирует. Но здесь среди друзей у вас либо подружки хорошо устроены у вас, они счастливо замужем, то ли они хвастаются по шестерке жезлов, и вы не знаете, у них на самом деле разрука дома. То ли они вам дико завидуют и делают на вас грязные ритуалы. Ну, в любом случае, почему вышла самая лучшая карта на отношения, десятка чаш, она вышла в доме друзей. Сами понимаете. Вот я вам дала варианты. И почему карта победителя, шестерка жезла, вышла тоже в доме друзей. Но зависть, зависть подружек, да, это есть. Итак, это надо менять, да, вот, и это по 12 домов, что вам и ему нужно менять, да, чтобы достичь какого-то консенсуса, да, да. Итак, делаем выводы по шестому дому и по 12. Ну, по шестому дому ваше здоровье. Зависит, конечно, от партнера, напрямую. О, мужчина кармический, 20-я карта кармы, страшный суд. Мужчина кармический, тяжелый, и карта шут. Ну, вот, смотрите, ваше здоровье действительно зависит от этих отношений. Карта шут говорит, вы хотите свободы, он вас restrict. Посмотрите, и восьмерка меча, ну, мы здесь видели, и девятка меча, люди. Он вас так сильно restrict, что вы ищите возможность сбросить в себя это напряжение. Может быть, у вас вредные привычки, но не обязательно, что бокал, пончик, это тоже, это тоже, то же самое, практически. Тоже убивает, да. То есть, здесь я вижу, что вы хотите сбросить напряжение из себя, это человек, он может быть, даст вам денег, да, или, ну, не обязательно денег, и партнерство, может, вы его любите. Но любовь, это зависимая, потому что по этим двум картам вы хотите сбросить это напряжение любой ценой, потому что вы сейчас страдаете. если человек, мы его любим, а он заставляет нас плакать, Венера, ну, а не то чтобы смеется над вами, она говорит, ну, о чем я могу с тобой говорить, если ты не выполняешь мое главное правило. Если человек заставляет нас плакать, да, и это мы называем любовью, то только мы можем это изменить, не может другой человек это изменить. Потому что если у вас страшный суд, это кармический мужчина, кармический узел, сложные отношения, застряли вы, и карта шут, вы просто не можете терпеть это давление с его стороны, то это разве любовь? Вы задайте себе вопрос. Но опять же, не у всех проиграются эти мои слова, может, какие-то другие. Что вас ждет с ним в будущем? Ну, я сейчас скажу через минуту, в 12 дом разберем. Но вас ждет с ним встреча, свидание точно. И это свидание-встреча. Вот лучшие карты вышли на свидание, да, понимаете? Потому что, кстати, по вашему гороскопу пятый дом свидания, свидание точно будет, да еще с двумя у вас может быть. А с его стороны, да, вот здесь вот его пятый, а ваш одиннадцатый, он, когда придет на свидание, он будет искать себе пару, и человека, ну, женщину, партнершу, или партнера, если он, или там, вы будете искать, ну, в зависимости от вашего пола, да, я вообще людей на категории не делю, вы себя подставьте. Я говорю с лица женщины, мужчина же я мало похожа внешне, хотя внутри я мужчина сто процентов. Как любой предсказатель должен быть. Но вы сами понимаете, суть дела, да, что он будет искать себе страсть, он будет искать себе ту, с которой он может жить, и он прав. Мужчина всегда лучше ищет. Женщину сердце не слушает в основном, мы только думаем, что мы такие духовные скрепы, да, на самом деле мы ищем себе обеспеченного, чтобы, ну, детям был кусок хлеба на столе, да, это у нас все генетически, мои дорогие, так что вот так. Он ищет себе пару, да, вот, а вы ищите, конечно, себе человека, который мог бы обеспечить вашу, вашу жизнь, ваш домашний очаг. Может, вы так делали, искали, может, вы так не делали, вы думали, что так не делали, а делали подсознательно, но я вас уверяю, что со всеми это немножко проиграется, немножко или немножко, но неосознанные люди тоже смотрят мой расклад. Открыто для публики, да, так что каждый делает соответственную выводу, но по 12-му дома пару слов. Карта смерть, но ей положено быть в 12-м доме, это потусторонний мир, 12-й дом и четверка чаш. Ну, смотрите, все, кто ушел в мир, но и ваши предки, они, конечно же, знают вашу боль, знают ваше страдание, ваше страдание и хотят изменить все. Посмотрите, он со своей стороны хочет что-то изменить, чтобы ему было с вами удобнее. Вы хотите со своей стороны изменить, чтобы вам было с ним удобнее, и ни его, ни вас в этом не упрекнешь, потому что каждый каждый что-то ищет, да. Но предки, 12-й дом, они хотят, чтобы вы были счастливы, вот. Они знают больше, чем вы знаете о себе и о нем, да, и хотят указать вам путь, да. Предкам теперь сложно, карта смерть тяжелая, карта. Вот как мужчине тяжело на душе, потому что у него могут быть зажатые финансы, да, у него могут быть много волнений дома с вами, да, или если, например, вы на расстоянии, то он страдает, тоскует, ревнует, тоже вот такое гамма чувств. Вы хотите все изменить, потому что с этим человеком вам неудобно, вы, ну, вы зависимы от него в какой-то степени, да, материальные или эмоциональные. А предки говорят, смотри, тебя с этим человеком может ждать хорошее будущее, если он бросит то, что делает. Вот здесь человек выпивает, да, стоит вот этот паш, это предок, и говорит, смотри, вот это может быть, он может либо запить, может только болеть, может быть, больная по стелям и падает. И предки говорят, человек сложный, он болезненный кармически, то есть плохой характер или же физически нездоров. Ты с ним можешь быть счастлива, но для многих это может быть поздно, если он, например, уже сильно сидит на чем-то, то это не поправишь. Предки говорят, что ну да, да, любовь есть, шанс есть, но из вот 25%, по карте четверка чаш, шанс только 25%, да, 75% это что-то поезд, типа ушел у него, да, он лузер, этот человек, да, и он хочет, чтобы вы поменяли его жизнь, как часто в раскладах это выпадает, да, он хочет, чтобы вы за него все решили, чтобы вы его спасли, чтобы вы спасли отношения, ему бы самому изменить все это, но он ждет от вас каких-то движений, работодателей, от еще какого-то императора, такого, какой-то темных сил, с которыми он связался, может быть, император рядом с луной, все-таки с темными силами, он может и связался, ему тяжело на душе, карта луна, это часто карта душа, и король меча, рядом с картой луна, да, то есть ему на душе действительно очень тяжело, но не только по вашим причинам, потому что он считает себя потерянным человеком, он себя и чувствует плохо, и он чувствует, что уже все шансы он упустил, вот, может быть, он думает, что единственная светлая часть его жизни, это вы, он хочет с вами встречи, вот по этой десятке чаш, если вы в разлуке, так он надеется, что когда вы встретитесь, его жизнь поменяется, но так не бывает, так не бывает, что когда при встрече жизнь меняется человека в связи с тем, что другой все для него делает, и на короткое время так бывает, а потом происходит отрезвление такое, да, которое расставляет все точки над и, да, вот это он хочет вам сказать, поэтому тяжело ему на душе, вот это он хочет изменить, даже я бы сказала, что при встрече он может даже вам сказать, вы узнаете, послушайте эти слова, что, мол, я вот теперь все сделаю по-другому, я уже понял, где я был неправ, я уже понял, как нужно жить, я уже старшего, мне, ну, это все слова, 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 вот, потому что по раскладу с его позиции, если рассматривать его гороскоп, да, на круг идет, то его 12 дом, это, конечно, освобождение от кармы и свобода, смотрите, видите, освобождение, вот с вашей стороны карта смерть, освобождение, да, типа, что ваши предки вас могут направить на путь, истинно освободить, но с его стороны он, видите, шут, вот, так что потусторонний мир, и так вы, предки, это все такое, говорят, что смотри, вот, две карты старшего аркана, смотри, кармическая у тебя жизнь, ты как бы, ну, понимаете, на тех же грабли наступаешь, не только профессионально, вообще по его поступкам, здесь как будто он попал, вот этот замкнутый, колдовской, сатанинский круг, как бы, вот такая кикимора его, кикимора, родовая, или коричневый, черный бурдала какой-то, кикимора его закрутила, закрутила его в эту воронку, и у него все идет, перерождение карми, ну, вот, карта, суд 20 старший аркан, джаджмент, говорит, что у него идет перерождение, то есть его вот эти предки, и он в этой жизни ничему не научились, вот, ну, конечно, врагами идет удар, по скорой дорожке, я здесь вижу, это есть, поэтому он сейчас воспринят духом, он скажет, видишь, все-таки эти враги, ну, может, родственники, или еще какие-то другие люди, на работе, видишь, им пошел удар, им пошел, пошла обратка, сейчас мой шанс, но шанс у человека, не потому что врагам пошла обратка, да, а шанс, потому что человек решил взять себя в руки, взять свою жизнь в руки, но он, вряд ли он это решит, он может пробовать, и вот для вас это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что когда он пробует себя влететь руки, вы имеете ложную надежду, и эта ложная надежда, она, конечно, приводит к тому, что вы делаете неправильное движение, вы ожидаете от него того, чего он не может вам дать, посмотреть совет вам, люди хотят совет, да, о, влюбленные, какая красота, избавиться нужно от негативного влияния, семерка все-таки меча опять вышла, да, камень преткновения, это либо его родственники, третьи лица, магия, общественная, глобальная или личного характера, в общем, тупик, иллюзии, и, конечно, влюбленная карта говорит о счастье, конечно, новом этапе отношений, счастье, но мы разобрали ситуацию на сегодня, и по влюбленным шанс 50%, потому что это хорошая карта, может даже и больше, потому что все-таки старший аркан, я бы сказала, шанс у вас с этим человеком быть счастливой, от 50 до 70%, влюбленная карта, она перекрывает младший аркан, но 30, от 0 до 30%, человек очень сложный, и какое-то время еще будет все довольно натянуто между вами, и не его, и не ваша вина только, но может ваша вина в общении, но это и вина третьих лиц, и сами понимаете, каких обстоятельств, так что, он к вам интерес имеет, он хочет с вами иметь новые отношения, новый уровень, это да, это есть, и вы хотите, это есть, но семерка меча говорит о том, что препятствий столько много, что там, как говорится, бабка надвое сказала, нужно будет хорошо поработать, но не переключайтесь, у меня другие расклады, которые вам дадут больше, вернее, с другого угла покажут все, желаю вам счастья, пусть везет во всем, пожалуйста, делитесь моими раскладами с друзьями, это мое единственное условие, и если кто-то из моих слушателей, обеспеченный человек, раз в месяц, два доллара, это недорого, но для того, чтобы расклады сбывались, нужно тоже, ну как бы, лояльность проявить каким-то образом, еще, если не можете послать донат, есть криптономер, вообще крипто все могут послать, это очень легко, не надо много, опять же, раз в месяц, какие-то два доллара, можно перевести на любой бирже обмены, крипто просто поменять, и положить мне, это очень-очень легко сделать, так что я буду благодарна, если кто-то поймет, что, конечно же, я работаю очень тяжело для вас, и, понимаете, прыгать из одного канала в другой толку нет, нужно понять, что человек для вас работает, вы берете ответственность за себя, и вот вы исправляете свою жизнь, так оно и выходит, ну а для тех, кто не понимает, будет злиться, слушайте, вы же не будете на работу, то я как на работу хожу, вам помогаю, и все смотрят, публика безоплатна, вот вы же не будете ходить на завод, предприятие на 8, 8 часов в день, я больше работаю, чем 8 часов в день, у меня нет выходных, вот не будете ходить, а в конце вам скажут, зарплаты нет, но приходи завтра, работай дальше, так что я благодарю тех, кто меценат моего канала, кто не хочет этого слушать, так у вас счеты со Вселенной очень тяжелые, обратите на себя внимание, не на меня, вот я, отометьте, никого не прошу, но говорю, что те люди, которые вот что-то такое делают, да не обязательно денежно, не обязательно деньги отправлять, поделиться с друзьями в соцсетях, это важно, это тоже, те люди, которые зелятся на это, ну они просто ненормальные, это первое, вот второе, что, понимаете, когда вы что-то сделали, такое, вы же взяли ответственность за то, чтобы у вас расплат исполнялся, так что это вы делаете в любом случае для себя, когда мы платим профессионалам, которые мы идем получать их услуги, мы всегда это делаем для себя, да, вы пошли проверить глаза, вы пошли к там, к массажисту, ну кому вы там не пошли, к мастеру по каким-то вещам, вы платите для себя, а не для мастера, для себя, что вам сделали услугу, ну а кто этого не знает, так что я могу сделать, мне что написал, кто-то такие ужасные слова, ой, мне часто пишут такие ужасные слова, вообще просто диву даешься, вот такие скрепы духовные у людей, так что обнимашки, обнимашки всем, конечно без исключения, потому что я всегда надеюсь, что люди в любом случае могут исправиться и стать лучше, и до скорого. Продолжение следует...